Дорогая церковь, народ Божий, всех вас приветствую. Хочется сказать славу нашему Господу, что Бог нас сегодня обильно, я так скажу, кормит. И какие-то оттенки того, что сегодня говорили братья, я увидел из того, что я хотел бы сегодня чем поделиться, и Слово Божьего. И брат Сергей, и брат Саша говорили такие моменты, как о посвящении. И я хотел бы задать, может быть, очень такой простой вопрос, на который есть очень простой ответ. Я думаю, что мы очень похожи в этом, все мы похожи в этом. Я хочу задать такой вопрос, как вы думаете, приятно, когда мы что-то теряем? Даже что-то малое потерял, и то неприятно, правда? Есть то, что всегда мы ближе всего к себе держим. Это что такое? Сумочка, кошелек? Потому что там что-то очень ценное. И если, не дай Бог, кому-то так приходится в жизни, что он это теряет, или даже дома, может быть, где-то потерял, или ключи где-то оставил, не может вспомнить, где положил, и многие другие, может быть, вещи, то очень на сердце бывает неприятно. Даже в Слове Божьем есть такая притча, говорится о женщине, которая потеряла мелкую вроде бы монету, но очень радовалась, до того радовалась, что даже соседей собрала, и там устроила. Я не знаю, если там какой-то был пир, то, наверное, даже больше она на него потратилась. Но она так была рада своей находке. И мы все понимаем, что терять что-то – это плохо, неприятно, а приобретать всегда хорошо. И мы, как люди, всегда очень расположены к тому, чтобы что-то приобретать, правда? Никто не откажется, если в его жизнь приходит какое-то приобретение. Если кто-то нечаянно выиграл какую-то большую сумму денег, человек не печалится, правда? И не думает такими мыслями, ну, вот теперь у меня большая сумма денег, и что я с ней буду делать, да? И даже надо куда-то ее тратить. Никто, я думаю, за это не переживает, правда? Все будут очень довольны и рады, если что-то в жизни приобретут. И другая сторона – мы очень будем не рады, если мы чего-то теряем. И сегодня мы слышали такие примеры, да, когда что-то куда-то вложили, а обратно получить не можем, да, и потери. И есть вещи, которые мы теряем в жизни каждый день. Молодость. Она уходит. Если бы она приходила, то было бы, может быть, как-то и по-другому, да? Она уходит. Молодость уходит, жизнь уходит. Каждый день нашей жизни уходит. И сегодня пройдет день, и еще день нашей жизни пройдет. И мы все понимаем, что каждый по-своему расценивает быстро это или медленно, но все мы идем к вечности. Так ведь, друзья? Так ведь. Мы не идем ко дню рождения, мы идем ко дню смерти. И с каждым днем мы к нему все ближе и ближе. Слово Божие говорит нам Евангелие от Марка. И я бы назвал свое слово так – потерять, чтобы найти. Марка, 10 глава, многим нам известное место. Я прочитаю 17 стиха и ниже. Говорится история, которая произошла между двумя личностями, между юношей и Иисусом Христом. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает, пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, последуй за Мною, взяв крест». Я думаю, что когда юноша подошел ко Христу, и он не просто подошел, Писание говорит, он подбежал. Кто-то, может быть, представляет, богатый юноша там, да, ехал на карете там, или, может быть, на повозке, да, так, может быть, высокомерно обратился ко Христу. Так это не было. Так, может быть, изображает, или, может быть, в фантазиях людей. Писание говорит, он подбежал к нему, и что? И он склонился перед ним. Писание говорит, он пал перед ним на колени. Пал перед ним на колени. Он понимал, что перед ним стоит Сын Божий. Он понимал, что перед ним стоит Мессия. Он пал перед ним. И Писание говорит, он признал его учителем, благим учителем. И он говорит, Господи, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Самое, что интересное, человек хотел наследовать жизнь вечную. Он хотел этого. Он хотел, и он предлагал всю свою жизнь, все старания, чтобы наследовать жизнь вечную. Я думаю, что если сегодня бы нам перечислить даже из того, что сказано было этому юноше, навряд ли бы мы сказали, я все это сохранил от юности моей, правда? Давайте пробежимся просто, посмотрим, если у кого есть Библия, еще раз обратите внимание. Я думаю, что даже самому простому и самому распространенному обратиться не обижай, мы уже не скажем, что мы это сохранили от юности. Мы обижали. И люди обижались от наших каких-то действий, правда? И почитать отца и мать не всегда почитали. И мы понимаем, что за этими словами что-то было. Этот человек сказал очень серьезное слово. Он говорил, все, я сохранил это от юности моей. Он это хранил. Он приложил все старания и усилия, чтобы быть благочестивым человеком. Писание говорит, что Иисус взглянул на него и что сделал? Он его полюбил. Он увидел искренность этого сердца. Он увидел, что этот человек искренне желал делать добро и так далее, и так далее. Христос полюбил его. Мы знаем, что не всегда, не везде мы такие искренние чувства настолько явно видим, прописанные в Писании, что Христос кому-то такие чувства явил, правда? Но хотя мы видим, где-то есть, где он прослезился, да? Был любимый ученик у него у груди, да? И так далее, и так далее. Но не так много этих мест священного Писания. Писание говорит, он этого юношу полюбил. И он дал ему единственное, что ему необходимо было сделать. И он говорит, продай все, и будешь иметь сокровища на небесах. Серьезный вопрос, правда? Когда ты не просто юноша, и не просто студент, у которого за душой ничего нет, который бы и отдал бы последнюю десятку, потому что и все равно, а что за нее держаться-то? Она и то последняя, а там сокровища на небесах будут. Ради десятки можно пожертвовать. Но когда у тебя за душой миллионы, а может быть, большое имение, которое стоит очень много, а может быть, это где-то в центре Иерусалима, может быть, это очень элитный район он имел, мы не знаем. Но Писание говорит, что он был богатый юноша. Юноша и уже очень богатый. И Христос ему предлагает оставить это, чтобы что-то приобрести. И вот знаете, я хотел бы задать такой вопрос. Я хотел бы задать такой вопрос. Как вы думаете, для нас важно, что будет завтра? Завтра, понедельник, мне нужно собраться на работу, мне нужно какие-то дела решить. У меня есть какие-то приоритеты. Мы понимаем, что завтра мне нужно какие-то дела сделать, куда-то сходить в администрацию, может быть, покупки какие-то, может быть, успеть сегодня сделать, детей к школе приготовить. Ну, разно-разно, что нас интересует, правда? И в основном, если мы так вот даже забегать будем немножко вперед, на день, на два, на три, даже за неделю добежим. Но иногда мы с братьями даже планы делаем на год. Меня интересует уже сегодня то, что у нас будет весною. А может быть, даже и летом уже начинает интересовать. То есть у нас на какой-то период времени есть то, что нас интересует и то, что для нас важно. Мы, может быть, на лето что-то планируем, да, какие-то поездки, может быть, стройку и так далее, и так далее. А вот такой вопрос. А что для нас будет важно через сто лет? Для каждого из нас здесь сидящих. Что будет важно через сто лет? Стройка, поход по магазинам, шопинг, как его сегодня называют. Что для нас будет важно? Как ко мне относятся люди? Все, ничего не будет важно. Из этого, что я перечислил. Но будет важно то, какое у меня сокровище на небесах. Оказывается, пройдет какое-то время, сто лет, в истории жизни человечества на земле. Это просто миг, мгновение. И в нашей жизни на самом деле тоже так. Пожилые люди со мной согласны. Я часто им об этом говорю. Они со мной согласны, что жизнь как пара. Я недавно слушал один разговор, нечаянно слушал разговор. Мы заходили в областную больницу на перевязку с сыном. Ему нужно было делать перевязку. И в соседней комнате женщины уже в пожилом возрасте. Палата у них. Они сидят, разговаривают. Одна женщина очень-очень пожилая. Очень пожилая. Она говорит, знаете, я совершенно не чувствую себя пожилой. Как быстро жизнь. Это неверующие люди просто рассуждают. Как быстро очень жизнь прошла. Я чувствую еще маленькой девочкой. Я чувствую, говорит, как будто я в школу бы еще бы пошла. Я вот себя чувствую настолько еще внутри молодой. А оказывается уже все позади. Жизнь быстро очень проходит. И человек есть какие-то приоритеты поставил. И через какое-то время пройдет, он поймет, что это не так было на самом деле важно. Христос что-то хотел сказать юноше. То, чего он на самом деле не понимал. Не понимал. Он говорит, оставь. Раздай. И ты будешь иметь сокровища. Он смотрит, а что я буду есть завтра? А как я буду жить послезавтра? А не будет имения? А что я, может быть, оставлю своим детям, внукам? И так далее, и так далее. Все, он не готов был. И Писание говорит, он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Отошел с печалью. Я не знаю, какая история этого юноши была дальше, но Писание говорит, он не принял предложенное ему Иисусом Христом. Я прочитаю другое место Священного Писания. Третья книга царств. Как сегодня мы уже слышали такое слово, оно мне понравилось, что каждый для себя делает свой выбор, и каждый перед своим Господом стоит, и с каждым Бог имеет личное отношение. То, что мы говорим, это то, что говорит Слово Господне. Третья книга царств. Еще такой момент, дорогие друзья. Вот как вы думаете, мы понимаем, что, ну, есть такие вещи, которые в жизни мы просто должны отдать, и никак по-другому. Если человек не будет отдавать кредит, ну, у него будут большие проблемы, правда, его даже осудят. И он может попасть за решетку, и так далее, и так далее. В некоторых странах это очень серьезно. Не отдавать налоги, кредиты, и так далее, и так далее. А есть такой простой жизненный вопрос. Вот настала весна. У нас есть каждое весной одно время, когда у меня не было еще возможности где-то садить картошку. У меня всегда стоял вопрос. Я смотрел свой погреб, у меня оставалось там два или три мешка картошки. Я думал, или я их съем, или их посажу. Вот благоразумно, что сделать? Хотя кушать-то хочется, и картошечки хочется. Мы понимаем, что, ну, лучше сейчас поясок поджать, но картошку не съесть. А нужно ее посадить. Хотя она для тебя может быть очень дорого, но ты ее должен посадить в землю. Можно так образом сказать, похоронить в земле ее, да? Ты этих трех мешков больше не увидишь, но пройдет время. Пройдет время, ты увидишь намного больше. Слово Божие говорит там 3 книга Царств, 17 глава. С 9 стиха мы читаем такие слова. Встань, пойди. Это сказано про Руху Илии. Встань, пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Вот меня удивляет вот это место священного писания, которое сейчас прочитаю, и потом мы будем дальше рассуждать. Я повелел там женщине вдове кормить тебя. Писание говорит, что Бог повелел женщине кормить тебя. Я думаю, что Илия это принял реально. Она же будет его кормить. Возможно, он рассчитывал, что он придет. Там какой-то у нее стол есть. Нигде ничего нет, а у нее есть. Нигде ни у кого еды нету. Люди не знают, что кушать голод. В той земле, если нет дождя, все, ничего нету. Друзья, все уже подъели, и то, что уже сеять хотели, тоже съели. Все, ничего нет. А у этой женщины, оказывается, это есть. И он рассчитывал, что он это там найдет. И встал он и пошел в Сарепту, когда пришел к воротам города. Вот там женщина вдова собирает дрова. А, собирает, значит, будешь что-то готовить. Значит, там вкусное все есть. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она же сказала, жив Господь, Бог твой. Она удивилась этим словам. У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кушине. И вот я наберу полено, два дров, и пойду приготовлю для себя и для сына моего. Съедим это. И что? Умрем. Что пророк услышал? Оказывается, там у них ничего тоже не было. Ничего у них не было, но у них было совсем немного. Я так скажу, вот это немногое, это было их имение. Это было самое дорогое. Это продлило бы жизнью еще на один, два, а может быть три дня. Возможно, это бы продлило бы их жизнь. И они бы не умерли. Может быть в жизни их что-то произошло бы. Кто-то дал, где-то нашли. Ну все, может быть. Она бы, я думаю, искала бы возможность как-то прокормить себя и сына. Знаете, я думаю, что она больше даже не о себе заботилась, как о сыне своем. Я думаю, что никто не хочет увидеть голодных детей своих. Никто, ни один благоразумный отец или мать никогда не захотят увидеть голодных своих детей, которым нечего есть. Это самое тяжелое на самом деле. Можно самому умирать от голода, но не детям. За детей очень большое переживание всегда у родителей. Нам не хочется видеть детей голодными. Эта женщина видела сына голодного, который бы хоть что бы съел. У него глаза голодные, он уже весь осунувшийся. И тут откуда-то приходит человек, который она совершенно не знает и просит, отдай это мне. По разуму подумать вообще. Ты что говоришь? Да нам это осталось чуть-чуть. У нас ничего нет. Если было бы сверх того, может быть, там, я не знаю, сколько мешок муки бы был, я бы тебе стакан бы отсыпало бы. Но нету ничего. Ничего нету. И сказал Елея, не бойся, пойди сделай, как ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшое пресных для меня и принеси мне. А для себя, для сына своего, сделаешь после. Я так скажу. Я не знаю, как Бог говорил с этой женщиной. На тот момент она не была к этому готова в принципе. Но что-то Бог увидел в ее сердце. Сегодня мы уже слышали об этом. Что-то Бог увидел в сердце этой женщины. Он знал, что в этой территории Сарепты никто этого больше не сделает. Никто, ни один человек не даст ни зернышка. Никто не даст. Она даст. Потому он послал именно к этой женщине, у которой осталась горсть муки. Он знал, она даст. И даже она будет понимать, что это последнее, и, может быть, это продлило бы им жизнь. Она все равно даст. И пошла она сделать, так как сказала Елея. И кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась. Масла в кушении не убывала. По слову Господа, которое он изрек Илии. Намного в нашей жизни проще, когда уже все льется, правда? Масло льется, мука сыпется из кадок, не знаем, куда девать. Приходите, гости дорогие, накормим вас. Все дадим. Мы всех любим, всех благословляем. Это проще. Это проще. Но Бог говорит, ты сначала отдай, а потом ты получишь. Ты сначала послужи. Ты сначала пожертвуй. Ты сначала посвяти себя, а потом придет благословение. Не в обратную сторону. Порой люди, многие ждут от Бога, что муж сначала что-то дал. Нет. Бог говорит, отдай то малое, что у тебя есть. И через это в твою жизнь придет благословение. Дорогие друзья, давайте мы об этом помолимся, чтобы наше сердце всегда было открыто для жертвы Господу. Потому что я думаю, что с каждым из нас Бог имеет дело в этом отношении, с каждым из нас. Бог каждого из нас чему-то побуждает. Бывает к очень малым вещам. Бывает к очень малым нужно быть верным. Когда нужно оставить просто свои дела и сесть за чтение Слова Божьего. Когда нужно просто чувствовать, когда сердце у вас побуждение, что нужно посетить того или другого. Или к тому другому подойти и сказать доброе слово, или утешение, или просто за кого-то помолиться. Бог побуждает что-то оставить свое и что-то сделать для другого. Через это собирается сокровище небесное. Аминь.